В преддверии Дня молодежи в детско-юношеском центре «Лидер» в рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» состоялся футбольный товарищеский матч среди ребят лагеря дневного пребывания. Тему продолжит Наталья Дуркина. Мяч в игре. Ведущую позицию на протяжении первых минут занимала команда «Синих птеродактилей». Отражали атаки противников, смело шли в нападении и все это под чутким руководством капитана. Меня и выбрали капитана, потому что говорят, что мальчики не такие внимательные. Сказали, Алена, ты будешь повнимательнее, поэтому ты будешь у нас капитаном. Однако в следующие минуты лидерство было за оранжевыми драконами. И спустя несколько неудавшихся попыток забить мяч, они все-таки забивают долгожданный гол. В каждой команде по 10 человек. Самое сложное для капитана – отдавать четкие команды и пытаться за всеми уследить. Все очень слаженно играли. У нас есть команда, но только надо было там подслеживать за мелкими, потому что не знают, как играть. И вот, вот так была слаженная команда у нас. Прямо командой-командой. Товарищеский матч по футболу проходил в преддверии Дня молодежи. Организатором выступил общественный совет при УМВД России в рамках акции «Каникулы с общественным советом». В рамках данного мероприятия «Каникулы» проводятся различные акции, соревнования, турниры, флешмобы, то есть лекции, все, что связано с данной тематикой. Вот сегодня проходит вот такой турнир у нас соревновательный по футболу, приуроченный к Международному дню футбола. Товарищеский матч между ребятами из летнего лагеря детско-юношеского центра «Лидер» закончился со счетом 2-0 в пользу команды «Оранжевые драконы». Я вас поздравляю с Днем детского футбола, с наступающим Днем молодежи. Желаю вам хороших каникул, больше солнечных дней, хорошего настроения. Ведите себя правильно, не хулиганьте, слушайте родителей и старших. Я отдельно хочу поблагодарить Олега Вячеславовича, руководителя нашего дневного лагеря и вообще всего, что связано с «Лидером». Спасибо вам большое за то, что вы проводите такие мероприятия, помогайте. Летний оздоровительный лагерь для спортивных детей ежегодно собирает более 70 человек. Ребята повышают физическую подготовку, волевые качества, им прививается любовь к спорту. У нас в этом году три отряда, 75 детей оздоравливаются, занимаются по направлениям. У нас три направления. Первый отряд у нас туристы, юные туристы. Второй отряд – это юно-армейцы. И третий отряд – юные инспектора дорожного движения. В завершении мероприятия всем участникам товарищеского матча вручили дипломы и сладкие призы. Наталья Дуркина, Вадим Стасёк, Телеканал Север.